Итак, мы вернулись. Дальше смотреть фильм. Мол, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил всё, что там было в одно лицо. То есть, подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолёта пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Вот. Ты скоро будешь миссис Смит, как ощущения? По-честному? Я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, всё запланируем и обсудим. Свадьбу. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Надо быть правильной тёлкой. А не овцой, ёбаней. Я прям увидел, как перед нами развернулось будущее. Я люблю тебя, Алекс. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или флис? Не знаю, я как-то отвлёкся. Идём поищем. Идём. Ну, и где же... Ну, волшебные брата. Официально хочу принести извинения за брата, который ведёт себя, как пацан озабоченный. Не страшно. Пацана ему право найдут. Понрат, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймём, как сюда попал самолёт. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Ну, как ощущения после помолвки? Гора с плеч, честно. Я столько об этом думал. А зачем под водой-то? Хотел, чтоб запомнилось. И запомнилось бы здоровым. Похоже на какашку. А вот сумка. Заметки и наблюдения. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолёта? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда. Ну, по погоде. Ого. А ещё что нашли? Нашли план полёта. Похоже, это был спасательный самолёт. Да, логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолёт явно сбили. В нём полно пулевых отверстий. Я одну пулью из визеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолёт упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мёртвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Чтобы он заткнулся, нахуй. Ладно, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовёте призраков с морского дна. О, блядь. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Понеслась. Страшилы, если слышишь никаких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в аторе. Отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме. Отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови. Еле бредет по берегу. Без силы она рогнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Только об одном и думает. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Унезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка. А там на полу лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Ну, хорошо. Тогда крюком для мяса. Обоих убили крюком и на нем подвесили. Стоп. Ты орудие убийства сменил? А говорил все по правде? Ну, там же столько крови было. Пойди разбери крюк-топор. Ладно. И кто убийца? Короче, женщина, захлебываясь рыданиями, сказала, что это ее муж. И он там. Сидит. В шкафу. Ха-ха. Муж, значит, предостережение всем будущим женам? Эй, не отмажешься. Ты попалась? Тогда осмотритель подкрадывается к шкафу. Открывает. И... Так и есть. Внутри человек. И он выпустил себе кишки крюком для мяса. Смотрите. В ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ужас какой. Вот это повар. Круто. Лихо закрутил. Эээ. Меня ты напугал. Здорово. Да, кровища ты не пожалел. Ну ладно. Повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. А-а. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту, перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Эээ. Это стандартный протокол морского надзорного органа под раздел 1099. А-а-а. Где ж ты его видел? В интернете. А-а. На сайте про в любой непонятной ситуации пи-пива. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт? Рубишь фишку, дрога. Не, я пас. Как можно спать? Там, блядь, ни земли, ничего. Быстрее будет к суше вообще добраться. Так. Он с таким грохотом открыл... А... Двери, чтоб, блядь, никто не проснулся. На, нахуй. Тихо. Что-то, мне кажется, это те... Морячки. Морячки. Ну да. Морячки. Так. Так. У нас села всех освободить. Освободить. Так. 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 Нормально. Эй! Эй! Пусти! Хватит! Это, наверное, за кредитом, наверное, приехали. Хватит. Хватит. Так. 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 прям весь это мгновский угодник блядь Стойте! Не надо, прошу! Слышь, ты чего? Остань! Эй! Я тебя убью! Сейчас он кусок ухотрен. Не разберемся. Войди из себя хорошо, Алиша. Пошел нахуй. Слева нахуй вообще. Шо ли? Они идут. И, они долбоеба, они заходят, не заметили, что тех рот уже развязан, потом у той же руки. Господи, Конрад! Нет! Нет! Пустите! Аликс! Эй, руки убери! Сволочи! Эй! Да хули ты стучишь! Гондон! Хлебар, закрой! Гондон? Хлебар? Ха-ха-ха! Чё, сука? Да не, я не могу. Флиз не тронули. А, Флиз, я смотрю, с ними прямо спелось. Да, они что-то не хотят. Я тоже подумал, что подозрительно. Брэда видела? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Давай, Эшмар. Повернись. Ты сможешь. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Напрыгать. Так, идут. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег. Аликс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия. Ничего. Ничего. Кольцо. Да насрать на кольцо, блядь. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Хорошо. Ну хорошо, ловь. Сколько я что-то. Черт. Шесть. Восемь. Восемь секунд. Что. Восьми милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У головаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер, дать сос. Так. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак спец. Поведение. Не заметит, пока я не уплыву. Нет, он заметит. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышать. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно. И на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Конрад, двигай на катер. Блядь, уже не... Сука же. Иди-ка, ты в шоу. Конни, вставай! Сука! Ты полдурок. А куда бы я сбежал? Сука! Сука! Веди их вниз. Черчи. Стреляй, внизу надо. Сука. Сука. Выбежал. Выбежал. Французы? И кто из вас мне расскажет про это... ...банчужское золото? Ой ты, ну ты уебаан Кажется на лодке было бы бессмысленно куда-то плыть Эй, Конрад, ты сделал что смог? Так! Заткнулись, живо! Дай проебал Мы просто разговаривали Говори... Говорите тихо Я скажу, флис в этом замешана Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули Слила им про маньчжурское золото Они в сговоре Ага На ушам не верю Я только что потеряла все А ты меня обвиняешь? Вы все за одно Это ловушка, и ты нас подставила Эй, Мудила! Урод закрой! Блядь! Черт! Я не ожидал Тихо! Не ожидал просто Ты! За мной! Эй! Оставь ее! Узнай, Скот, как бродить со штормом! Но только Давай без глупостей А то сильно пожалеешь Ясно? Удиви Удиви Милан запрашивает сходку погоды Прием Слышу вас, Дюм Все нормально? Прием Так Эй! Я просто хочу про шторм узнать Дадите информацию А то у нас тут потряхивает Прием С востока идет большой шторм Он вас сильно зацепит Но в течение часа должен уйти Все в порядке, Дюк Скажите, если нужна помощь Обычно вас не пугает непогода Нет Все окей Зашибись просто Легкий дождик мы выдержим Спасибо за информацию Через пару дней Выпьем на берегу Пой Ой б***ь Чё банки, ты в рот Я... Я опять Хорошо, когда люди помогают Согласна Правда Я опять проразевал, два раза. Так. Так, ну что тебя? Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Эй! Вперед! Давай. Ну, спасибо! Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Брэд под одной из коек. Нельзя его там оставлять, он может утонуть. Надо его вытащить, он в опасности. Брэд, бро, выходи! Сли! Ой! 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 Как у всех все очень печально. Блядь, так надо не отпускать. Ой! Ой! Ох ты! Наконец-то! Брэд! Ой! 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 Это не что-то! Ой! 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 Ох ты! Ох я! ебать никто не умер все хорошее случится совсем иначе да это если бы на лодке на поплыл застрелили бы нахуй бежать то некуда бы продавать и душевный я мог бы некоторым образом предупредить вас о том что грядет хотите отлично обратимся за вдохновением к поэту венецианский купец акт 2 сцена 7 принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает и все злато что блестит вот что мудрость говорит теперь когда напряжение достигло определенной высоты полагаю вы жаждете вернуться к своей истории но вот в чем дело все совсем не так как кажется на первый взгляд не следовало мне так на этом пауза и вторая часть на этом заканчивается так что давай давай до следующей части пока